Киев может вернуть Крым за пять минут. Об этом в интервью украинскому телеканалу ДОМ сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович. Он объяснил, что западные санкции оказывают специфическое воздействие на российскую экономику. Они отсекают Российскую Федерацию от технологического развития и осуществляют медленное удушение. До этого господин Арестович заявлял, что Киев может вернуть контроль над Крымом военным путем в случае крупной региональной войны в будущем. В общем, советник руководителя Офиса президента Украины мог бы в целом и продолжение Гарри Поттера написать, но вынужден помогать Владимиру Зеленскому на ниве борьбы с Путиным. Видите, как много мировое искусство потеряло из-за России. Впрочем, затейники есть не только в стране победившего Майдана. Так уважаемый Сергей Аксенов с сайта «Свободная пресса» пишет, цитируем, «Киев может атаковать ледоколом Крымский мост. Вскрыта подготовка Украины и Британии новой провокации против Российской Федерации». Ведь вы не поверите, оказывается, незалежное купило недавно по цене металлолома. Ледокол Джеймс Кварк Росс у бывшей владычицы морей оказывается не для того, чтобы осваивать Луну, как мы все предполагали, но чтобы таранить мост, которого нет и который нельзя построить. Чтобы понять, насколько тяжело придется российским пограничникам, пишет замечательный эксперт, если ледокольная атака действительно состоится, достаточно отметить, что водоизмещение Джеймс Кварк Росс это 5,7 тысяч тонн, в то время как флагман украинского военного флота фрегат Гетман Сагайдачный при длине 122 метра имеет водоизмещение в 3,6 тысяч тонны. В общем, в Голливуде и госнаркоконтроли, желательно, явно должны заинтересоваться подобным произведением искусства, чтобы следующие мстители, тоже с ледоколом, конечно, обязательно жовто-блакитным, собрали в два раза больше миллиардов кассовых сборов, и чтобы Путин ясно-понятно завидовал. Но все испортил зампред сабвеза России Дмитрий Медведев, в статье, которая опубликована в газете «Коммерсант». Вместо того, чтобы восторгаться достижениями демократии наших соседей, он написал, цитата «Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. Следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства». Явно тонко, как атомный ледокол, но уже России, намекнул экс-президент России, что он думает по поводу заявлений про возврат Крыма за пять минут. Подписывают минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом, после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана, разворачивают позицию совсем в другую сторону, констатировал Дмитрий Медведев и добавил подобным партнерам, соревнующимся в постоянной, пардон, брехне, не может быть доверия, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. А затем подлый удар в спину нанес уже бывший глава МИД Украины Павел Клинкин, сказав, что в случае, если встреча российского президента Владимира Путина с его украинским коллегой состоится, это поставит Владимира Зеленского в шпагат, ведь на сегодняшний день переговорная позиция России существенно сильнее украинской, что снова отправляет нас в область кинематографии, но уже в раздел 18+, где нас ждет уважаемый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, кто много интересного может рассказать не только про шпагат и другие позы, но и про галстуки. Хотя есть и хорошие новости. Евросоюз проведет консультации с украинскими властями по вопросу увеличения зимних поставок газа в страну при необходимости. Сейчас в Еврокомиссии изучают все возможные сценарии заполнения газовых хранилищ Украины как на текущую зиму, так и на более отдаленную перспективу. В более отдаленной перспективе, напомним, также были безвиз, который вот-вот отберут, швейцарский шоколад, который так и остался в Швейцарии, и венская опера, которая тоже как-то ближе не стала. В отличие от перспектив, драйд прекрасные польские туалеты. И кажется, это далеко не конец истории.